Ксения Татарник Семь шагов от самообьюза к возрождению. Кому я нужна? Предисловие Может ли книга уберечь от роковых ошибок? Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы передала эту книгу себе 17-летней. Я даже знаю секретное место, где ее оставить, чтобы ты непременно увидела моя юная Ксюшка и день, когда тебе ее особенно не хватало. Всю юность я так сильно ненавидела свою внешность, что не носила ни платья, ни юбки, хотя очень их люблю, а бикини и речи не было. Мне запомнилось одно лето, испепеляющая жара, а я иду по улице в длинном светлом плаще, потому что считаю себя безобразно толстой и, кажется, плащ меня от всех закрывает. Теперь я плаваю и загораю в бикини, занимаюсь любовью при дневном свете и наслаждаюсь своим телом, хотя время прибавляет мне морщины складок, как всем. Не то чтобы комплексы разом испарились, но они уже не мешают жить, свободно дышать. Когда накатывает приступ перфекционизма, кажусь себе растолстевшей, некрасивой, обвисшей, я знаю, как с этим справиться. Мне очень не хватало такой книги, таких слов тогда в 17 лет, хотя я не верю, что книга остановила бы меня от того, чтобы совершить мои ошибки, включая те, за которые пришлось заплатить дороже всего. Боксеры говорят, у каждого есть план поединка, пока не выйдешь на ринг, и тебя не звезданет как следует. Мы взрослеем, когда со всего размаху врезаемся в стены. Да, кому-то везет, и удары оказываются мягче, а у кого-то стены, одна другой каменней, и раны глубже, потери сокрушительнее. Мне запомнился комментарий к статье о токсичных отношениях. Я зря потратила на него столько времени, вычеркнула 10 лет жизни. Он выпил из меня столько крови. Но несчастливая любовь не только опустошает. Когда-то я была влюблена в человека, он говорил «я люблю тебя», а через минуту превращался в крокодила, и мне приходилось убегать зигзагами от его челюстей. Теперь, когда я оглядываюсь на те времена, вспоминаю шрамы на теле и в душе, я испытываю чувство благодарности самой себе. Я рада, потому что перестала быть слишком наивной, перестала идеализировать. Сейчас я смотрю на окружающих внимательнее, и в основном замечаю не то, что они говорят, может быть, много хороших слов, а то, как они поступают. Я рада, потому что перестала хотеть быть совершенной и контролировать все. Когда-то я страстно мечтала дойти до вершины и стать идеальной. Мне казалось, я чего-то стою, только если добьюсь успеха. Теперь я понимаю, что я имею право выражать себя просто потому, что я здесь живая и уязвимая, и прошла свои сто дорог. Я научилась ценить себя, свою работу, свои сомнения, ошибки и свои достижения, и не стесняться рассказывать о них, говорить, да, я особенная, да, я много над этим работала. В заглавии книги «Печенье с предсказанием» суть не в том, какое вам досталось печенье, а как вы понимаете то, что оно сообщает. «Кому я нужна?» можно прочесть, как тысячу раз произнесенное над нами заклятие злой феи. «Да кому ты нужна? Да на что ты годишься? Исчезни!» А можно спокойно и утвердительно, с ударением на последнем слове «Кому я нужна?» И напомнить себе о тех, кому мы дороги, кто тысячу раз говорил «хорошее», выслушивал, утешал, обнимал, выручал. Писательница Азарна Фиси сказала, «Так или иначе мы выражаем то, что с нами произошло, в том, какими людьми мы становимся. Когда мы чувствуем, что дороги себе и сами в силах создать внутри настроение счастья, благополучия и благодарности, мы выражаем все, что с нами случилось, самым прекрасным способом из всех возможных». Глава первая. Пентиселея и Ахилл. Война полов в Тиндере. Первое сладкое дуновение флирта, как аромат розы. И тут же выжигающая напалмом мысль. «У меня грубые черты, некрасивое тело, грудь ужасное и влагалище. Представьте, что вы мирно спите, и вдруг просыпаетесь от страшного грохота. Незнакомые люди вламываются в спальню, вам в лицо бьет безжалостный резкий свет, и кто-то громовым голосом спрашивает над духом. «А у тебя хорошенькая? Покажи!» Или «Твой член и яйца огромные, как у настоящего мужика? Докажи!» Примерно так ежедневно, непрошенно, по много раз врывается в наше сознание реклама четырех индустрий с миллиардными оборотами. Похудение, косметики, эстетической хирургии и порнографии. Тест «Если на свидании вас охватывает смятение по поводу ужасного влагалища?» Речь на самом деле о вульве, влагалище или вагина, внутренний орган, мы путаемся в терминах из-за недостатка секс-просвета. Ваш мозг уже успели основательно промыть. Интимное, сокровенное, личное, чему никто на свете не имеет права выставлять оценки, отныне вам не принадлежит. Вы – публичное тело и обязаны показывать товар лицом. Сексуальность и телесность в нашем сознании прочно закованы в кандалы вины и стыда. Мы страшимся оказаться ненормальными, вызвать отвращение к себе или испытать его сами от тела и желаний другого. Нам трудно выдерживать свою непохожесть, отстаивать собственный стиль, принципы и особенности, в том числе форму тела. Хочется нырнуть в спасительный конформизм, раствориться в навязанной маркетингом догме, как шипучая таблетка в стакане воды без следа. Теоретик психоанализа Джойс МакДугал, она внесла значительный вклад в развитие психологии женской сексуальности, творческих способностей и зависимостей, говорила, что труднее всего анализировать не отклонение от нормы, а как раз нормальность. МакДугал ввела термин «нормопатология», подразумевая под ним страх оказаться ненормальным и боязнь отличий, несходства, особенностей своих и других людей. Мы хотим быть желанными и в то же время страшимся рассказать о своих желаниях миру, возвысить голос и потребовать от него внимания к себе или хотя бы попросить робко о том, чего хотим. Впадаем в отчаяние от собственной невидимости, на нас не смотрят с интересом, к нам не прикасаются любящие руки и губы, и сами же со страхом и омерзением отстраняемся, стоит кому-нибудь приблизиться. Мы утешаемся собственной невидимостью, прячемся в нее, как в крепость, и мучительно переживаем одиночество. И все-таки в один прекрасный день набираемся храбрости предположить, что мы существуем. Крутая девушка и султан, разжалованные в наложники. Современные 18-20-летние девушки мастерски воспроизводят горячие позы в Инстаграме, подражая от фотошопленным и прооперированным актрисам в порно. Из него в основном мы получаем первые представления о сексе и о том, каким должно быть тело там. Но чувственный образ вовсе не означает, что молодые женщины дружат со своим телом и наслаждаются им, говорит журналистка и следовательница подростковой сексуальности Пегги Оренштейн. В лучшем случае они ожидают от секса дискомфорта, в худшем – боли и унижений. Им даже в голову не приходит прислушаться к себе, разобраться, что нравится и не нравится, научиться говорить об этом и получать удовольствие, как учатся мальчики. Причина в том, что мы, женщины, с юности видим себя предметом вожделения, а не полноправными участницами в занятиях любовью. В книгах и фильмах они находят описание ощущений, которые испытывает молодой человек от своего первого прикосновения к бедрам девушки, его первые впечатления при виде ее груди, пишет Наоми Вульф в «Мифе о красоте». Девушки читают и слушают, впитывая в себя эти впечатления и чувствуя, что их собственные бедра и грудь становятся как будто чужими, словно они перестают быть частью их собственных тел. Они учатся видеть свое тело со стороны. Девушки учатся не испытывать желания по отношению к другим, а желать быть желанной. В то же время изнутри их переполняют неуверенность и ненависть к себе. Собственные половые органы кажутся омерзительными. Уже в 13-14 лет многие девочки удаляют волосы на лобке, даже когда они еще толком не появились. Красавчик-актер Роберт Паттинсон бросает «Я ненавижу вагину». И каждая его поклонница, и так нервничающая при взгляде в зеркало, теперь вздракивает. Что, если мне тоже такое скажут? Спрос на лабиопластику, хирургическое подрезание половых губ с высоким риском появления шрамов и омертвения тканей, взлетел с 1990-х, и возраст пациенток все младше. Мечта – маленькая створка, как у Барби, которая замечает Оренштейн, вообще-то, а, сделана из пластика, б, не имеет вагины, в, не имеет ничего общего с сексуальной функцией. Молодые мужчины порой даже не догадываются, что на женском теле тоже растут волосы, морщатся при словах «менструация», «кормить грудью» и впадают в ступор в ответ на просьбу подруги или жены «купи мне, пожалуйста, прокладки». Мужской идеал, также далекий от реальности, как Барби-вагина от «живой женщины», крутая девушка. Веселая, сексапильная, она никогда не спорит, не злится, и с ней не бывает проблем, потому что ей искренне нравится все то же, что ее мужчине. Она обожает футбол, покер, грязные шутки и отрыжку, играет в видеоигры, пьет дешевое пиво, любит секс втроем и анальный секс и запихивает себе в рот хот-доги и гамбургеры, одновременно неведомым образом сохраняя талию в 60 сантиметров, потому что крутые девушки превыше всего. Горячие штучки, описывает типаж Гиллиан Флинн, автор бестселлера «Исчезнувшая». Горячие и понимающие. Крутые девушки никогда не впадают в ярость, они лишь улыбаются печальной любящей улыбкой и позволяют своим мужчинам делать, что вздумается. «Давай, насри на меня, мне плевать, и я крутая девушка». Мужчины уверены, что такая девушка существует. Возможно, они одурачены, предполагает Флинн, ведь многие охотно готовы ею притворяться. Мне хотелось сесть с этими мужчинами и сказать, вы встречаетесь с женщиной, насмотревшейся фильмов, созданных социально незрелыми авторами мужского пола, которым хотелось верить, что такая женщина реально и могла бы их поцеловать. А крутые девушки еще более жалкие. Они притворяются даже не той, кем хотят быть сами, а той, которую хочет он. Витрину оформляют по-разному, но, поверьте мне, он хочет крутую девушку, чья суть — обожать каждую чертову вещь, которую любит он, и никогда не жаловаться. Как понять, что вы не крутая девушка? Ваш мужчина говорит что-нибудь вроде «мне нравятся сильные женщины». Если вы слышите эту фразу о себе, знайте, что в какой-то момент он трахнет другую. Потому что в словах «мне нравятся сильные женщины» зашифровано «я ненавижу сильных женщин». Попробуй сохранить нормальную самооценку и отважатся иметь индивидуальность, привычки, вкусы, планы на будущее, когда твоим самым ценным качеством в обществе считают физическую привлекательность, а следующим за ним навык заботиться об окружающих, в то время как у таких же людей, как ты, только другого пола ценится в первую очередь личность, моральные, профессиональные и лидерские черты. Неудивительно, что женственность в целом котируется гораздо ниже мужественности. Больше половины участников опросов о ценности полов США считают, что равняться следует на мужчин с сильным характером, а мягких женщин в качестве ролевых моделей мало кто воспринимает. В реальности слабому полу приходится выдерживать жесткий прессинг и с раннего возраста демонстрировать небывалую психологическую устойчивость. По статистике, например, в США 85% женщин подвергаются сексуальным домогательствам еще до того, как им исполнится 17 лет. Громкий свист вслед, оскорбительные жесты, грязные ухмылки, а чаще всего непрошенные неприятные комментарии насчет разных частей тела, когда чувствуешь себя не человеком, а куклой в руках, кого попало. Мужчины, склонные к харрисменту, настаивают, что всего лишь хотят сделать комплимент, но сами в большинстве случаев никогда не сталкивались с такими комплиментами со стороны женщин. Отношение к женщине, как к телу, подогревает предрассудок, что секс для мужчин равное голоду потребность. В действительности мы можем погибнуть от голода или жажды, но никто еще не умер от того, что его не пригласили в постель, замечает Эмили Нагоски, сексолог, автор книги «Как хочет женщина». Секс, поясняет она, устроен как поощрительная система, нацеленная на поиск наслаждения. Повезет – отлично, нет – переживу. В то время как физические потребности, например, в еде или в сне, строго завязаны на выживание. Предположение, что мальчикам необходимо иметь возможность сбросить сексуальное напряжение поощряет сексуальное порабощение девочек из бедных слоев общества, пишет Нагоски. Если секс – потребность, такая же как голод, значит потенциальный партнер – это пища, или животное, на которое нужно охотиться, чтобы употребить в пищу. Полагая, что секс – это потребность наравне с голодом, мы начинаем наделять его привилегиями, которых он не заслуживает. Сексуальная привилегированность мужчин – первостепенная причина их сексуальной агрессии по отношению к женщинам. Мы мечтаем улучшить внешность, чтобы нас заметил и выбрал принц, но, как ни парадоксально, физическая привлекательность не прибавляет счастья. Исключительные внешние данные становятся приманкой для категории мужчин, которые воспринимают женщину как неодушевленный объект, приз или трофей, и ненавидят за то, что она сексуально возбуждает, влечет к себе. Любовь не стоит путать с поклонением. Судьба многих актрис, моделей, певиц, королев красоты в этом смысле незавидна. Эмоционально неразвитые, агрессивные партнеры расчеловечивают их, подавляют морально, финансово и физически. Создать гармоничную пару такой женщине нелегко. Уравновешенные мужчины почти не имеют шансов в ее глазах. Вначале теряются и отступают на фоне напористого, вызывающего яркого соперника «Привет, синяя борода!». А после бурных, острых, пропитанных словесным и физическим насилием, отношений кажутся слишком спокойными, пресными. Вдобавок, нездоровые отношения легко принять за норму, ведь на них держатся сюжеты классических фильмов и книг о любви. Влюбленность на разрыв сердца, резкие неожиданные повороты, ревность, драматические расставания и воссоединения. Абьюз здесь спрятан под флером романтики, как мелкое стекло в персике. Пока сам не ощутишь вкус крови во рту, не распознаешь и не поверишь. Шаг за шагом ситуация меняется. После решетка, я не боюсь сказать, решетка МИТУ и других флэшмобов против насилия, появляются фильмы, сериалы, книги с героинями нового типа. Они отстаивают права женщин на уважение, безопасность, сексуальную жизнь, на то, чтобы их воспринимали как живого человека, а не ангела или шлюху, как любят обыватели. В сериале BBC The Folk старший детектив Стелла Гибсон в исполнении Джиллиан Андерсон идет по следу серийного убийцы Джеймс Дорнан. Стелла совершает немыслимые для женщины в кино прошлого века поступки, например, снимает симпатичного коллегу полицейского на одну ночь только ради секса, не скрывает предубеждения против мужчин, заявляя, что мужской пол ущербнее женского эмоционально и духовно. В одном эпизоде офицер-напарник спрашивает, нет ли у Стеллы влечения к маньяку, ведь он красив внешне. Ее ответ «Женщина спросила друга мужчину, из-за чего вы больше всего нас боитесь?» Тот сказал «Вы можете нас высмеять». Когда она спросила женщин, из-за чего они опасаются мужчин, те сказали «Мужчина может меня убить». Возможно, вас этот человек завораживает, я ненавижу его всем своим существом». Стелла Гибсон стала ролевой моделью для многих женщин. Появился даже хэштег «Решетка как бы поступила Стелла, а ее реплики разлетелись на цитаты.